Господи Христе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешной и благослови Господи показать лучшее, что Ты дал нам, хвалясь именем Твоим святым, не нам, не нам, но и имени Твоему славу и делам Твоим дивным. Благослови нас, Господи, похвалиться благодатью Твоей, дарованной нам, чтобы делаемый нами было как город на вершине горы, чтобы люди видели наши добрые дела и прославили Отца Небесного. Но и дела наши, они все от Тебя, ибо без Тебя мы ничего не можем. Всякое доброе даяние от Отца Света. Хвала Тебя за всеотечественность, Святой Дух. Аминь. Тут такое дело. Я сегодня утром, я встаю всегда рано, вот сегодня я встал пол первого ночи. Ну и за компьютером и поступают заявки. Выслать трехтомник Нового Завета. Вот он как выглядит. Показать. Закладки под цвет флага. Первые белые. Показан там синий и красный. А в действительности, как флаг, они будут выглядеть вот так. Вот она внизу красная. Это российский флаг, единственная за мировой историей. Это в крови все рождается. Думать нужно о небе и великий белый престол. Я попутно сказать. Я много лет вел занятия во всех отделах милиции, воинских частях, по радио. И всегда показывал этот флаг. А нашивка есть у людей, там у милиции. И никто не может объяснить, что это означает трикола. Я объясняю. Как Митскевич сказал. Земля пропитана от коры до центра кровью. Кровь. Независимо от веры. Кровь. Ну, мусульмане, буддисты, язычники, все одинаковые. Значит, этот флаг, этот, сказать, флаг вненациональный, внеконфессиональный, вневременный, вечный. И второе. Всем заповедом думать о небе, о вечности. Что будет? Это думали египтяне, язычники. А что там будет? Это вот небо. Смотри к небу. Смотри звезды. И третье. Только христиане говорят. Великий белый престол. Откровение 21 глава. И это я попутно. А сейчас я хотел сказать. Посмотрел, сколько у меня Библии изданий. Вот я в Америке был. И мне Библию там подарили. Я смотрю, она в киоске продается 100 долларов. 100 долларов Библия. Это я был в 92-м году. В июле-августе. Но по нашему, по деньгам, это 6 тысяч. 6 тысяч одна книга. Но и того стоит. У нас она тут подешевле маленькая. Я ввел много лет в разных университетах занятия. И спрашиваю, какая у вас программа? У меня там и академики, и профессора, и кого только не было. В одном университете, Алтайский государственный технический университет, 21 тысяча студентов. А до этого я ввел занятия в АУГУ, Алтайский государственный гуманитарный университет. Ну и все спрашивают, какая программа? А я на это отвечаю. Нет у меня программы. Да как так? А все идет у вас по порядку. Просто беру новый завет толкования блаженного фефилакта. До этого я уже начитывал святых отцов, 12 томов златоуста, «Житие святых», «Добротолюбие», 50 книг были начитаны. Они в интернете стоят, на нашем сайте. А блаженного фефилакта, это отдельный выходит, он взял из всех святых отцов, отдавая особое предпочтение толкованиям из святого Яна Златоуста. Он, конечно, никогда и догадаться не мог, какой популярностью будет пользоваться его труд. Будут его искать. Я впервые познакомился с ним в городе Клайпеда, куда наш корабль пришел на ремонт. Я на Балтике работал. И там Господь так это свел. Я спрашивал, где тут люди, где верующие. Выйду, когда в свободное время-то. И, наконец, мне указали, где. Я пришел, познакомился. Там могутный такой мужик с бородой, старый обряд из Поморского Согласия. Я впервые там увидел толкование. Толкование блаженного фефилакта. Я даже имя это не знал. И он мне дал. А у него две девицы, она мне 23 года. На плоти работаю, я не больной, деньги есть. Все есть. Слышал очень хорошо. Иначе зачем бы меня взяли туда? Тем более служил в армии во плоти, в ракетных частях. И он дал мне вот это. Я как уткнулся. А девицы такие. Я сильно любил косы. А у них косы, там, наверное, в руку толщиной. Такие косы. Заглядение. Ну, и ниже пояс опускаются. И они две девицы. Лет, наверное, 18-19. Это вот такие вот. А русоволосые. Ну, видно, что настоящая девица. Отец строгий такой. И они, нет, нет, нет. Я в отдельном там, как у него, кабинет или комнату, сказать, в горнице сидел, занимался. Они пройдут, я только косо взгляну. И не до этого. И ни с одной не поговорил. И как только свободное время к нему бежал и записывал, и записывал, и записывал, кратко хотя бы, что, как понимать, толкование. Новый Завет, помню, дошел до 24-й главы. И все, нам сказали якоря поднимать, уходить в Венсполс. Ну, и мы ушли. Но в голове у меня уже осталось. Лучше этого ничего нету. Нету. И теперь дальше я второй раз встречаю опять же у старобрядцев уже Белохреницкого Согласия в Новосибирске. Там у меня попало полностью. И я дошел до откровения. Откровения нету. Какие неудобства они хорошо составлены, книги нет. Изданы как. В то время я не думал. У меня опыта никакого. Нулевой опыт был. Но опыт приходил с годами. И вот откровение. Поднакомил меня с толкованием откровения по Андрею Кисарийскому. Семи толковый. То есть на один стих семь толкований дается. Тоже старобрядческое издание. Устинов Александр Иванович. Олега Кашиова. Семь. Город из Китим Новосибирской области. Ну, тут уже и у меня был какой-то опыт. Она на славянском языке. В церковно-славянском-то. Я тоже засел за этот язык, перевел эту книгу. Я несколько книг церковно-славянского перевел. У меня навык был. Я когда обратился, я на семи языках занимался. Проверял, сверял. Ну, это опыт. Небольшой, но опыт был. Ну, а когда я стал в университете преподавать, я взял свои конспекты. И по конспектам, по блаженному феофилакту. Конспекты. А о том, что будет время, когда я задумаюсь, хорошо ли они изданы, нельзя ли улучшить. Как у американцев. Хорошие дороги делают лучше, лучше, там, экстра, там, и все время улучшают. А у нас, какая бы ни была, я только хуже делаю. Ты по городу едешь, как будто бомбежка прошла. Попутно все это говорю. И вот я теперь уже, когда стал задумываться об этом, я увидел, надо издать не так. Вот у православных везде глава от стиха отделяется через запятую. По сегодняшний день. Это говорит о том, что они ничего не понимают в этом. Стих от стиха. Допустим, глава пятая, двоеточие надо ставить. Пятая глава. Впереди Иоанн. Пятая глава, двоеточие. Десятый тире. Пятнадцатый. Запятая. Семнадцатый. То есть вот как. Лезь, где я, наложил книги-то негде. Это означает, там сплошняком считать надо, от такой до такой, а дальше через запятую. Семнадцатая и тире, не тире, а запятая двадцать первая. А тут черт через запятую. Но это настолько неправильно. Единственное правильное у православных, когда издавали симфонию. Тут они через двоеточие. Везде через запятую. Иные даже через точку с запятой. Мне уже, я только гляну, как отделяют. Я знаю, они не любят Слово Божие. Самое лучшее, что я нашел, я объединил одну с другой книгой. Вот одна из книг, которая впервые мне попалась. Теперь я достал. Называется «Толкование на Новый Завет». Книга тут. Тут даже написано «Санкт-Петербург». Какой год? Не написано, нет? Нет, не написано. Да, наверху тут написано какое-то. 1920-й год. Так, на память любезному сыну, отцу Николаю, от любящего отца. Видите, книга дарственная. Печать какая-то стоит. Новый Завет Блаженного Фефилакта, архиепископа болгарского. Но она не совсем хорошо сохранилась. Ну, все до одного листика целое. Вот посмотри как. Это все предисловие, толкование, надеяние святых апостолов. И вот как оно, как издано, я хотел показать. Ну, в первую очередь, тут у нас, конечно, я уже бросил переплетное дело на шнурах. Видите, как я этот, старинный, самый лучший метод переплета на шнурах. Сегодня это намарили все. И вот здесь оглавление. Что оно означает? Ну, где-то в это время издан был. А почему не указано-то, я даже не понял. Неужели нигде дальше нету? А вот здесь это что-то подать и может есть. Нет, что-то тут. Ведь Санкт-Петербург. Да и удивительное дело. Ну, я ясное дело, что если подарили ее в 1920 году, так я понял. А почему тут тысячи? Тут тысячи нету. Нету. Ну... Тут написано 8, 10, 920 года. 920 года. Ну, где-то я такое видел, что дореволюционное издание. Ну, ладно, раз нету, то и нету. А днерку, видимо, не написали. Ну, да. Это песня. Именно. Теперь я покажу, какие неудобства в этом. Вот какой шрифт. Вот посмотри. Вот мы читаем. Я сейчас буду считать. Посмотрю, какие недостатки я увидел. Места, которые берет относительно. И не яко же Моисей полагаша покрыл. То есть, к церковно-славянскому, и вот где места курсивом сделали, выделили все-таки курсивом, но мелко, не видно. Стих. А какая глава вообще нету? Нигде нету. Какая глава нету? То есть, новая глава, где появится новая глава, там они покажут. Сейчас я покажу. Вот она. Глава третья. Все. А дальше по-славянски пошло, и ни одного номера не указано. Никак. Где-то я еще посмотрю здесь. Глава пятая. А вот здесь четырнадцатый стих указано. Вот. Видяще. Четырнадцатый, пятнадцатый. Ну, по-славянски. Нет. Неудобно. Это я запомнил, что неудобно. А как я заказывать не могу никак. Теперь. Это издана в Санкт-Петербурге. Вот это вот издана в Австралии. Вот тут уже более ясно. Сойкино тоже откуда-то перепечатано. Вот. Зарубежная церковь. Эфилакто издали. Ну, это уже последнее время, можно сказать. Опять года нету, да? Вот это удивительно даже. Почему нету издания? Год издания. Это Евангелие от Матфея. Ну, допустим, мы открываем Евангелие от Матфея. Как оно издано? Точно так же. Но они сами уже двигаются вперед. Теперь это. И в Терезаве 12 учениковских уже это курсивом. Сущие называют. Сущие это, что взято из Слова Божия. Курсивом. Мелконькое. И никакого стиха ни одного не указано. Нету. Но уже по-русски взяли. То есть, какое-то маленечко движение вперед было. Вот глава 24. 24. Ну и что? Они говорят, а стиха нету. Там стихи есть, главы нету. Ну, и считать-то не про... Главное-то Библия. Вот оно где. Твердый знак в конце. Ну, это уже ладно, твердый знак. Это не лишнее все. Опять же, я посмотрел. Хорошее издание. Австралийское. Где-то написано, надо посмотреть. А вон, в начале написано. В начале, да, написано? Да, австралийское, да. Вот оно. А, вот оно где. Ну-ка, покажи. И вверху. Так. Откладываю. Теперь вижу. Святое Евангелие. С текстом таким. С толкованием блаженного фетилактора. Эриквистка болгарского. Свято-Успенский. Почаевская лавра. В 2005 году. По благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, архиепископа Почаевского. Ну, теперь кое-что там изменилось. И вот где содержание. Открываем. Ну, в любом месте. Как они теперь это тянут? Глава третья. И пришел опять в синагогу. То есть, уже по-русски. По-русски. Но стихи нигде не указывает. Нигде нету. Какой стих? Вверху написано глава какая? От Марка. Глава третья. Глава третья. Я должен туда посмотреть, потом искать. Здесь уже некурсивом. Черное. То есть, жирное уже считается лучше. Но другого нету. Ну, нигде они как бы вперед не идут. Это большие книги довольно. 823 страницы. Вот. Здесь я покажу 823. 763. Это австралийская. И это дореволюционная. Дореволюционная она. Здесь 1022. 1022. Мелкая. И то другое. Вот. Новые. Значит, Евангелие. Вот она в два тома. Они побольше маленькие. Ну, а это только Евангелие. Я сколько лет ввел. Пройду до Откровения. Откровение надо другое. А почему не издать Новый Завет? Я стал... Новый Завет целиком с апокалипсисом. Я стал смотреть. Может быть, у католиков есть. Нету. Перебрал все, что можно. Я занимался этим. Нету нигде. Значит, издать надо. Как? Я ничего еще не знаю. Как будет оформлено. Вот потом это... Как это все будет. Какого цвета. Вот первый, второй, третий том. Где издать? Ну, никакие все. Это не кругление, ничего нет. Видите? Кругление корешка. Наша... А с чем это отличается от этих? Кругление корешка. Ну, и дальше. С закладками. Тоже нигде ни одного издания нигде не видел. Я подумал, а почему не иллюстрировать ее? Вот у них в два тома вошло. Ну, вот побольше тысячи. У меня каждая книга 752 страницы. Я шел медленно к этому пути. Советовать все не с кем. Совершенно. По нескольким типографиям проехал. С директорами поговорил. Какой заголовок сделать? Какими буквами? Тогда здесь был Судников отец Напанаил. Вот. В то время он был еще... Ну, как сказать... Иеромонах. Вот. Я решил так. Издать надо с лучшими картинками. Чтобы заговорило. Какой. До этого я уже был знаком. Разными-разными. Там лучших Гюстава Даре никого нет. У него пространственная стена. Остается они как живые картины. Ну, а черно-белая. На черно-белой я уже издавал. Было издание первое. Далеко у тебя там показать? А то у тебя первое издание, да? Да. Вот оно, первое издание. Вот и какое я уже издавали мы. Это наше издание. Видишь ли, как поля большие. Вот, все. Я подумал, это сделали мы неправильно. Я тогда не знал еще. Надо вовесь экран сделать. Вовесь лист. Ну и дальше как сделать. И сделать нужно комментарии. Вот здесь будет Игнатий Латкин. Комментарии. Отчеркнуто двумя черточками. И другой шрифт. Совершенно другой шрифт. Что было, никто не сказал, что я дальше. Где бы ни было комментарий, оказалось, я сделал 297 комментарий. Ну, учитывая, что блаженный филакт архиепископ в 11 веке был, ну, за 900 лет никто ничего не изменил. И вот здесь опять. А потом это отдельно. В пятый том открытым оком все комментарии я соберу. Том будет. Потом положишь. Я понял, и наше издание требует изменения. Но как? Гестава Дарек картины нашли. Их всего иллюстрации 230. 230 на три не делится. Надо тогда больше, только вперед. Но так как я даю комментарии, на комментарии я решил, несколько картин должно быть. И эти картины взять из кластики. Репина, Полежаева там. И вот такие где-то. Сурикова картины. Какие более известные. Я их покажу. Как раскрасить? Ну, как? Вот еще раз говорю. Вопрос возник. Я пошел на выставки художественные. Хожу по городу, знакомлюсь с художниками. И, наконец, ничего лучше не придумали, как мне советуют они. Вот это вот все. Закрасить. Оставить только контуры. Белой краской закрасить. А потом раскрасить ее. И она будет цветная. Ничего другого никто не мог сказать. Но тут нашелся один человек. Клейменов Евгений. Он с нашей сестрой Юлией Викторой Третьяковой учился. И у той, и у другого. В медицинском университете они учились. И оба с красными дипломами. Он мне очень помог. Вот если я покажу сейчас, вот смотри. Симфония. До симфонии дойдем еще. Сейчас вот маленечко уберу. Так. Вот смотри, какое дело получается. А еще у меня здесь. Во свете Библии. Это православный библейский сайт. Вот как сделать так? Я не знал, как сделать. Чтобы, ну допустим, надо нам что-то. Вот для слова Божия нет ус. Я воткнул. Это книга у нас такая. Из одних документов. И вот дальше идет автобиография. Книга. Вся моя биография. Как меня судили. Что было. И допустим, Дьякону Сергею Бурдину письмо. Вот наше синим. Я воткнул. Пошло письмо заявление. Вот это, ну никак. Он только с третьей попытки это сделал. С третьей попытки. Или вот допустим здесь. Звук и видео. Я ткнул. Открывается. Что такое открывается? Ну, Жития святых. 12 книг. Вот они где. Я их ткнул. Задел. Вот теперь идет по файлам. Каждый файл 2 часа 5 минут. Каждый файл отдельно открывается. 2 часа 5 минут. А что под ним откроется? Вот я допустим 2 открыл. Вот оно. Теперь нужно открывать. Оно будет звучать. Это насчитанное. Но я делаю другое. И вот Жития святых. Вот я теперь ткнул их. Они открылись. А в конце что? Каталог на Жития святых по векам. По векам. Ага. Я ткнул. Вот оно открылось. На каждый век. Какого числа? Новый год с сентября. И какой объем этого жития. Вот оно все здесь. И так идет 1173 строчки. Это я попутно пока добираюсь все. И вот я тогда к Евгению-то и обратился. И он тогда нашел программу, по которой стали делать. По которой стали делать. А где это? Фотографии. Вот смотрим. Так. Нет, не то я сделал. Сейчас показываю. Фотографии. А где же это у меня? Новый завет. А, вот оно где. Вот. Аудиобиблия. Гравюру Густава Даре. Ветхий завет. С первого по 38-й. Вот здесь открыты. С 73-й по 115-й. Гравюры Густава Даре. 76 гравюр. Новый завет. Гравюры расскажут Добуновым Игорем Владимировичем. Дальше. Новый завет. У Нагавы Ольгой Викторовной и Приходько Наталья Николаевна. Ну, допустим, Добунова мы открываем сейчас. 76 гравюр. Как они будут выглядеть? Вот они здесь. Вот они. Это как выглядит. Ну, еще сравнивать. А как бы без его разрешения его нет, он бы согласился. Я знаю, что бы не согласиться-то. Вот, допустим, он идет где. Вот оно. Тебе видно, нет? Да, да, видно. И везде будут надписи. Но без надписи тоже, думаю, нельзя. Ну, сколько есть, то, так сказать, 230. 230. Это вообще. Это много, очень много. Теперь Ибестава Адарес, первое по 76. Это что? Новый завет. А вот посмотрите, Ветхий завет. Ветхий завет с первое по 38. Вот оно. Бог творит мир. Как оно выглядит. Ну, еще сравнивать. Ну, никакого сравнения нет. Дальше. Бог сотворил Адама. Сотворение. Еву. Еву. Вот она подходит уже к сотворенному Адаму. А вот изгнание из рая. Как оно выглядит. Ну, я просто показать некоторые моменты хотел. Как раскрашивали. Вот, допустим, Иосиф. Посмотрим. Посмотрите. Это сколько труда положили. Какое украшение, разные цвета, одежды. Ну, надписи нету здесь. Потом мы это сделаем в книгах. Тут у нас пошла работа. Я начал тоже делать несколько, сделал. Меня забраковало, видимо, и не только Игорь, но и Марина, жена его, Геннадьевна. И я понял, что у меня нет таланта на это. Да и у меня других дел хватает. Вот. Теперь посмотрим, что. Видите, какое украшение стен. Какие люди. Это Иосиф стал перед фараоном. Вот знаете, сколько здесь разных картиночек. И это надо было другим цветом сделать. Притом ничего не повреждено, ни одного штриха. Но тут даже доказывать не надо, что труд проделанный, огромный. Вот они пришли, Аарон и Моисей. Посмотрите, как смотрят люди. Ну, и черно-белое, оно еще там смазано все. И ретушировки тут никакой не приходилось делать. Вот битва какая. Посмотрите. Как это все выглядит. Я некоторые только покажу. Какой небосвод, когда пришли. Это надо было знать. Надо было видеть. Тут даже получился один небольшой казус. Я его определил. Как? Что-то я не знаю, какой момент. Пир царя Волтасара. Картина прямо живая. Живая картина. Это я не эту хотел сказать. Маленько пораньше. С Игорь из 39 по 76. Вот оно где. Ага. Сейчас я покажу. Одну картинку. Мне сделали замечание. Как вы так могли не досмотреть? А что? А вот как. Когда убили эту наложницу. Вот он ее берет. Видите? Наложницу у Левита. Он за ней пришел. Они всю ночь насиловали ее. Ну и что? Замечайте. Какая у нее одежда? Красная. А теперь? Теперь он ее везет. Говорит, а одежду тут нарисовали синяя. Ну это вы могли заметить? Я говорю, нет. Это совершенно правильно, обдуманно сделано. Она пришла кровавленная. И он ее переодел. И чтобы прилично было. Более-менее. Она же запасное платье была. Она надела. Я такое дал объяснение. И успокоились тогда. Что наоборот это хорошо. Теперь я показываю. Вот это теперь наш выпуск. Второй. Окончательный. Вот посмотрите картины. Вот они какие. Полный лист. И везде надписи. Внизу подписи. Что такое это? Изгнание Адама и Евы из Рая. Бытие. Глава 3. Двоеточие. 19-24. Вот. 80 картин. Вот как раз перед фараоном я смотрю. Полный лист. Красота какая. Это тоже новое. А теперь как было сделано. Посмотрите. Как легко ее искать. Ну в любом месте сейчас мы откроем. Глава 12. Это первая глава. Это первая книга. Каждая книга 752 страницы. В 2 никак не умещается. В 3. Шрифт сделала больше. И вот которая сущая. Вот это вот. Вот оно как выглядит. Это один шрифт. Жирный. Курсивом. А здесь курсивом. Но не жирным. И на каждый стих указывается. Матфея. Глава стих. Двоеточие. На каждый стих. Глава стих. Ну что тут поясняли. Где бы ты ни открыл. Только вот так распахнул. Сразу видать. А что это такое? А вот оно. Лука. Глава стих. Все конечно по русски. В интернете несколько есть версий перевода блаженного фопилакта. Я имею очень большой опыт по его преподаванию. Избрал лучшие счета. А некоторые не знают этого. Нападают. А он там что-то сделал. Да. А я выпустил. Где он говорит. Объясняет. Ереси которых не было. Нет уже. Донаты. Никто не знает. Я один раз указал. И все. Богомилы. А все наоборот. Теперь в откровение. Войдут все ереси на сегодняшний день. Которые. Баптисты. Песятники. Мормоны. Харизматы. Там будет показано. То есть оживилось все. Вот я теперь дальше показываю. Я что-то выделяю. Главное выделяю. Это там где говорится о слове Божьем. И о Библии. Слово Божье и Библия. Вот оно. Допустим. Сейчас я покажу. Если там в контексте есть. Я тогда расширяю. Что тут написано. Горьких обличений. Если не будет учить. А обличать и исправлять. И разленетесь. То чем исправиться. То есть. Ничем. Пожалуйста. Татарстан. Куда дошли-ка мусульмане. Через шесть столетий пришли. Шесть столетий просидели. Ни одного миссионера не послали за шесть столетий. А Мухаммад умер в 632 году. И вот эта Средняя Азия. Это все православные были бы. Просидели монахи. Это все на их вина. Миллионы душ. Это на их. Вот почему монашество. Самое зловредное. В том виде сидеть. Не проповедовать. Мусульманство 2 миллиарда. 2 миллиарда упустили. Ну это так сказать. А теперь дальше. И Л. То есть никак я ничего не толкую. Отчеркивается. И дальше идет. Вот она идет. Я выделяю это дело. Дальше опять две черты. И закончилось. Все. Где она закончилась? А вот где она. Наверное. Вот она. И опять дальше пойдет. Так. Минуточку глянуть. Я не все вижу. Ну да. Вот она где. Здесь опять. Вот она видно. Вот маленькая. И Элла Игнатия Лапкин. И комментарии. Созерцать Бога и разуметь Писание может только чистая душа. А почему я взял? А потому что об этом здесь говорено было. И в самом предисловии. Предисловие сделали. Предисловие очень необычное. Новый Завет. С толкованием блаженного феофилакта архиепископа Болгарска в трех книгах. С добавлением комментариев о... К словам блаженного феофилакта, касающиеся проповеди Слова Божия. Состоитель комментариев Игнатий Лапкин. Книга 1. Барнаул. 2009 год. Это второе издание у нас вышло. Мне потребовалось благословение. Благословил Евтихий. Епископ Ишимско-Сибирский. Потом он пять лет был домодедовский. Домодедовский. У патриарха Кирилла. И вот здесь придется прочитать. Считателям предлагается первая книга трехтомного толкования Нового Завета, составленная блаженным феофилактом в XI веке на основании творений Иоанна Златоуста и иных святых отцов православной церкви, живших ранее. Считая эту книгу, вы обнаружите, что блаженный феофилакт очень часто говорит об исключительной необходимости изучения Священного Писания и обязательности проповеди для всех христиан и пастырей и эмилян. Так что, если бы не указывать автора этой книги, благочестивые православные, наверняка бы заявили, что это пишет Баптист или другой сектант. В связи с этим, к словам о Библии и проповеди добавлены комментарии о современном положении в православной церкви и уклонении ее от святоотеческого пути. Приводятся также толкования на откровение Иоанна Богослова, составленных протеереем Геннадием Фастом в 1980-х годах на основе всех известных святоотеческих трудов с учетом и опровержением многочисленных сектантских толкований. Все тексты Священного Писания даются только на русском языке. Тексты Нового Завета расставлены в соответствии с современной традицией разделения на стихи с указанием их нумерации. И где-то взяты, к истине один народ, а сущие берется только синодальный перевод 1876 года. С иллюстрациями, заметьте, кругление, дальше лясе, это закладка называется так, далее, выделили места, третье качество, которое сделано. Далее, каждый стих отдельно, на каждом стихе указано, откуда взято, на каждом, где бы ни было. В любом месте, открыл только и сразу видно, пожалуйста. Глава такая, это стих, это четвертое, пятое, так, пятое, шрифт меняю, выделены. Дают комментарии на это шестое, дальше, полное толкование, 340 или 430 страниц на это ушло. 340, надо посмотреть, толкование апокалиптиса, там где-то, седьмое, и все это выделено, комментарии даны, комментарии 297. И вот я показываю на последнее, смотри. И кроме того, еще и добавки, маленькие добавки сделаны, ну какие маленькие. Вот в первом томе я вставку сделал, в конце, когда кончилось все, подлинность текста Евангелия профессора Владимира Филимоновича Марсинковского, бывшего когда-то православным. Очень и очень хорошее, вот оно где. Я подгонял стихотворение, вставлял даже, чтобы было 752 страницы. Каждый том, 752 страницы, это не два тома, как они, а три с откровением, не считая страниц, которые идут на картины. И везде, и священное писание выделяется жирным курсивом. Везде, где бы ни было. И после этого, еще место остается, я вставляю стихотворение одно. Вот оно маленькое, какое оно называется так. Христос воскрес, а если бы не так, то все бы светлое давно окутал мрак. И солнца, правда, не узнали бы мы, и не было бы выхода из тьмы. И если бы он из гроба не восстал, нам, чужд, был бы высокий идеал. И даже в мыслях мы бы не смогли подняться над растлением земли. Он жив. А если бы он не жил, то мир давно бы уже все похоронил. Живое все, что есть в душе у нас, пытался сделать это он не раз. И если бы тот камень гробовой не отнят был всесильной рукой, то бы сейчас бездушный садукей мог правду скрыть под грудами камней. Та весть прошла через грани всех веков. И через границы всех материков. Ни варварства, как видим, ни прогресс, не заглушили песнь. Христос воскрес. И внизу показываю. Николай Петрович Храпов. 1914-1982 год. В 20-летнем возрасте пришел к Господу и через две недели был арестован. 28 лет провел в заключении в советских тюрьмах и лагерях и там скончался. Баптист. Мне говорят, ну Баптиста зачем взял? Хорошо. Нравится очень. Поневолю вспомнишь, Шариков говорит, на кухне спал. Говорит, хорошо кухней пахнет. У меня не кухня пахнет спасительным. Я не шарик. Дальше я показываю первый том. Второй, 752 страницы. Посмотри, какие краски. Вот. Это ветхий завет. Это все раскрашивал Дебунов Игорь Владимирович. Ну, нацени. И везде подписи. Так сколько мы новинок-то уже. Там без подписи, здесь с подписью. Здесь. Кто благовествует. А теперь слова, которые нужно, я выделяю. Жирным, крупно. Кто благовествует и трудится, тот должен брать. А кто не делает, тот не должен. Священникам поставьте это условие. С голоду ведь помрут. И вот теперь, смотрите. Кто благовествует. Теперь я делаю маленькие здесь. Вот оно где. Спасается благовествием. Где это написано? А здесь это было. Вот они места. Это о Библии, говорится. Спасается благовествием. Я их выделил. Спасается через благовествие. Это слова этого. Блажен Афифилакта. Спасается через благовествие. Я иногда несколько раз добавляю текст. И это слово вдалбливаю. Я когда священникам показывал. Ну, Библия есть, я считаю. Я говорю, а толкование знаешь? А что знать-то? Там понятно. Непонятно, я говорю. 12 томов, и она Златоуста. По 800 страниц. Но собрал в более в сжатом виде блажен Афифилак, говорит. Кто-то скажет, а у меня есть. Считаешь? Нет. Тогда я показываю. Вот. Растолковано. Шрифт выделен. Ну, тут говорить не надо. На сколько разница. И в каждом томе 80 гравюр Густава Дорре. А проповеди, это видите как. И каждый стих отдельно сразу показывает, какая книга. Это второй том. И вот третий том. Третий это красный. С толкованием. То же самое предисловие. Книга треть. Третья. Не упускается ничего. Откровение. Сейчас мы посмотрим, где откровение начинается. Вот оно где. Толкование на апокалиптиз. Это не раскрывано. Вот. Это сегодня я показываю. Сегодня уже на отправку готовится. Вот у Володи свой там покажи. Вот. У меня свои. Вот сегодня отправлять надо. Вчера отправили. Посмотри. О, я это не заметил, что надо вот так вот. Вчера мы отправили четыре комплекта. Сегодня еще два отправляется. В разные места. В разные места. У меня одной книги уже нет. У меня 38 книг. Вот сейчас стихи. Только на страну по одному экземпляру. Испания запросила. В Испанию один экземпляр. Во Франции один. В Греции один. То есть книги кончаются. Тысячи экземпляров кончилось. Но это переиздание было. Две тысячи еще. Вот теперь мы смотрим. Толкование на апокалипсис. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим чему надлежит быть. От автора. И дальше от автора. Кто автор? Дальше тут будет написано. Об авторе. Родился в 1954 году из семьи немцев-менонитов. В православие обратился в 1977 году. Выпускник Томского университета, где затем трудился научным сотрудником кафедры теоретической физики. В Сан-Диакону. Рукоположен в 1980 году. Во пресс-Витера в 1982 году. Кандидат в богословских наук Московской духовной академии. Ныне благочинной церкви Енисейского округа Красноярской епархии. Имеет пятерых детей. Ну, тогда он был. После этого он стал магистром и доктором богословия. В патриархии московской. И вот теперь, я дальше не знал точно сказать, страница 314. 314. И что здесь? 700. О, значит, правильно сказал я. 430 страниц, вот оно, толкование какое. Впервые за 2000 лет в одном комплекте весь Новый Завет истолкован. Он по всем святым отцам. Кто хоть одно слово сказал? И прием, сирен, и ан, златоус, что он сказал? И вот здесь я хотел показать в концовке. Концовка какая-то интересная. Это третий том. Вот оно где. Что тут такое? А вот две страницы занимаются. Гавриил Романович Державин. О Боге. О ты! Пространство бесконечное. Дальше. Оглавление комментариев Игнатия Латкина. То есть, с каждой книги какой комментарий на какой стих. Ну и дальше оглавление. И как четко, ясно, на какой странице что искать. Ну, тут наше объявление. Я еще хотел посмотреть. Второй том-то у меня в конце что-то есть или нет? Сейчас я посмотрю. Есть. Вот. Когда все закончилось здесь. Дальше. Вот оно написано. Второй том. Филипписам 4.23. Закончилось. Книга Бога мне дана, хоть поношена она. Сборник духовных песен 763. О Библии. Раз, два, три, четыре. Куплета. И после этого добавлено еще немножко. Слово святого Иоанна Златовуса на Пасху. Ну, все всегда считают его. И дальше. Новый Завет. Никитин Иван Савич. Так. Библия много света нам открыла. Сборник духовных песен 827. Все. Видите как? Точно, да. Последние строчки. А дальше оглавление. Дополнительных комментариев. На какой странице какой комментарий. Их 297. Вот оно где заканчивается. А потом начинается уже оглавление. Оглавление. И вот здесь апокалипсис. Коринфянам. А, так это не это. Ну, все. Это я хотел показать. Наше издание. Где-то я насчитал 8 параметров. По которым оно отличается. А можно ли издать лучше? Не знаю. Просто не знаю. А почему? А вот почему. Прежде чем лучше издать, ты должен знать лучшее. И которые предыдущие. Оттуда все взять. Я показываю. На глазах только. Три издания. Патриаршая. Православная и зарубежная церковь. И дореволюционная. Я еще другие там имел. Дальше. Симфонии. Симфонии. Какие только были изданы. Я думаю, все просмотрел. И ни одной нет профессиональной изданы. Ни одной. И, наконец, я нашел. Вернигородское издание. Оно в бордового цвета. Вот примерно вот такая вот. Корочка у нее. Такое. А почему не профессионально? А они просто по падежам. 20 человек 5 лет составляли. 20. Но мне тут программисты помогали. Издать. Но не канонические. Канонические. Вернигородская. Такая в мягком переплете. Самая лучшая. И по ее образцу. По ее шрифту. По переносам. Я все оттуда скопировал. Повторяю. 20 человек 5 лет делали. 5 и 2. 100 лет. Одному человеку делать. Мне пришлось вручную. Самостоятельно делать. Где-то я сейчас не знаю сколько. 470 листов А4. И вот я иду. Допустим. В Новосибирск. Ну у меня с собой это. Мне некогда больше. Я беру такое, чтобы в купе никого не было. На той стороне скамеек. И вот так лист на лист накладывается. В определенном порядке каждое слово поставить. В каждом слове каждая буква должна быть по алпавиту. И мне Господь позволил это сделать. В течение года на 5 книг. Это сделать. Потом перепечатать. Потом переплести. И сделать как книгу. Но это только на 5 книг. Но уже когда наступили времена другие. Вот я покажу. Полная симфония на неканонические книги Священного Писания. Полная симфония. Что тут написано? Христианское общество. Библия для всех. Санкт-Петербург. Какой год? Да. Ну вот тут у нас Санкт-Петербург. Неканонические книги. Это православные издали. Чисто. Почему? Это канонические. Это канонические? Да. А, на канонические. Ну тогда это могли неправославные издать. Вот оно как издано. Посмотрите. Мелкота. Я сравню сейчас. Я тогда неканонические книги, но неканонические не было. А надо. А их нету. А у меня и канонические не было. Одна жила на другом конце. Здесь где-то там. Не знаю. В конце города жила. Глушкова Мария. Жива она там или нет. И она мне симфонию давала, допустим, один раз в три месяца. Я что-то успевал переписать. И поэтому мне приходилось все запоминать наизусть. Неканонические книги. Есть где. Ну где, не знаю. Я начинаю заново пересчитывать. И найду. А когда уже составил по ней. Ну моя. Она была с пропуском. Я не мог кручаться до конца. А теперь вот оно. По Горнигородской. Я издаю на неканонические книги. Симфония. Слово сказать. Приезжал директор библейского общества. Сибирского. Булатов Алексей Владимирович. Я ему подарил сто экземпляров. Вот она. Библия, симфония на экземплярской книге. 2004 год. По благословению преосвященного Евтихии, епископа Ишимского и Сибирского. Так. Симфония первый, наилучший друг и помощник всем, кто любит Библию Господа Иисуса Христа и желает проповедовать. Симфония на неканонические книги Библии стала результатом совместного труда группы разработчиков под руководством Игнатия Тихоновича Лапкина. Данное издание выгодно отличается от предыдущих своей полнотою в 2,44 раза полнее самой полной на канонические и удобством пользования, подготовленная с использованием компьютерных программ для выборки всех слов, то есть на сегодня является самой полной симфонией на неканонические книги. Данная симфония сделана по образцу Вернигородской, то есть слова даются не по падежам и формам, а все формы слова объединены в одну статью, например, «идти», «ходить», «шел» или «ад», «ада», «адом» и так далее. Это выгодно отличает нашу симфонию от других и сильно облегчает поиск многих слов. В книгу также включены такие тексты Библии, которых здесь нету в других, как 13-14 глава Даниилова, молитва монастей и отсутствующие в Синодальной Библии стихи с 36 по 106, а третьей книги Ездры в 7 главе. Вообще их нету. С чего переводилась Синодальный перевод, ее там не было, только можно взять из католической. У меня они все здесь есть, тоже впервые такая идет. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях, такие как Иоанн Златоуз. Чтение неканонических книг рекомендовано поместными соборами и святыми отцами. Ладийкийский собор, 59-60 правила, Карфагенский, 33-е, Апостольска, 85-е, Амфилохия о праздниках, стихи Григория Богослова и Амфилохия, где указываются на эти стихи. Вот теперь смотри, смотри, как она издана. Все формы сведены в одну. Допустим, истирай порог, если нашел разумного человека. Истирать или тереть порог, или порога, порогу, подержать, а сколько? Все подержись вручную и пришлось сводить в один подерж. А тут взято, как она будет, там есть Библия, и ты не знаешь, и не найдешь. Идти и шел, это в разных местах искать надо где-то. Вот мы здесь увидим, смотри как, какие слова, да по названию только один раз встречаются. Как переносить? Я полностью скопировал в Ренигородской. Нет, такого же размера шрифт, такой же самый шрифт. Так же слова вверху печатаются, так же буквы. И дальше это слово какое? Она печатает, и она сюда переносится. Ну, копию сделал, но только на неканонические. И вот они, неканонические книги. Тут приклеено. Что означает? Молитва монасты, там М, М, сокращенно 11 это. Вот она где. Это отдельно сделали, сразу не рассмотрел. Вот так. Здесь, я сейчас скажу, сколько. 404. 404. 405, 406. Ну, 410 страниц. Симфония с крулением корешка. Интересно, мои книги получили в Америке, когда я говорю, да у нас такие, говорит, и не издают. Я попутно покажу. Я сказал о симфонии. Симфония тоже кончается. А это кого уж осталось? Сейчас-то, подожди-ка, возьму одну книгу, еще покажу. И сразу не подумал. Вот эта книга, для слова Божия нет ус. Вот она как издана. Это второе издание. Первое вышло. Для слова Божия нет ус. И на корочке прямо указано, второе темопея 2.9. На корочке, на главной, указано место писания. Найдите, много ли таких книг? Вот оно где. Второе темопеевое. И теперь ламинированное. Видите, блестящее как. В Америке написали, мне говорят, у нас, говорит, даже так не издают. Предисловие. Предисловие. Все документы, предлагаемые читателю, связаны с одним человеком, Лапкиным Игнатием Тихоновичем. Но не он главный герой этой книги. Главный герой, тире, Слово Божие. Проповедью которого посвятил свою жизнь Лапкин. Слово Божие живо и действенное. Кевреем тоже так же. В кавычке. Жирный, а курсивом. Дальше, что пробел, тире, пробел. И уже не жирный, а курсивом. Везде одинаково. И везде вот эти фотографии. 64 цветные фотографии. Не фотографии, а страницы. Это я в университете. Академик, доктор там свой. И Стегнеев, его профессор. Это с Зоей Крахмальниковой мы беседуем. Тут много что можно увидеть. Это вот я в университете вел. Когда занятия, то считает, что там есть Игорь Добунов. А я стою растолковываю. И там иконы стоят. Это одна из аудиторий. Это я насчитал Златоуста. Вот оно где. Вот как шел суд, кто говорил. Тайно записали. Потом отправили во Францию. И там русское слово, или как называется. И оттуда уже мы получили. Вот эта книга. 752 страницы всей книги. Теперь я буду говорить еще об одних маленьких книжечках. Но они для меня очень и очень ценные. Симфонию никто не мог редактор. 18 корректоров было. И пришлось одному заканчивать. Это не просто так было. Дальше. Я насчитал Жития и составил симфонию на Житие Святых. Это Володя я взял. Не по словам, а по событиям. Допустим, Голубь. Где слово Голубь? В каком житии? За какое число? И что для проповедующих это вообще находка? Вот гордиться. Какой святой? Какого числа? И как с ним это происходило? Ну, любое там. Мужчение. Видите, сколько? Мытарство. Где о мытарствах говорится? Вот скажи. Сейчас то Осипов или кто-то ответит. Не ответит. Нет, не знают. Ни один, никто не знает. А почему? Я начитывал. Потом составлял каталоги. В общей сложности. Жития так. На слух быстро промотать. Примерно 10 раз я прошел. А потом еще два раза вдогонку дал. Письмо. Где про письмо говорится? В житии говорится о том, что Христос однажды написал письмо. Из предания знаем. Вот где-то. Плач. Где какой плач был? Даши плен. Или смотри, рабство. Это называется симфония. На жития. И еще одна книга. Очень дорогая для меня. Также с круглением корешка. К истинному православию. Как украсил. Это старообрядец один он как художник. Игорь Куц. Недавно он умер в молодом возрасте. Что-то у него было там. И вот смотрите. Предисловие даже. К истинному православию. Это второе издание. Первое было тысячу экземпляров. А это три тысячи. Здесь ответы на все. Дальше. Издание второе дополнено. Автор выражает особую благодарность. Климентко Владимиру Федоровичу. Главному редактору газеты Алтайского государственного университета за науку. Благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров. Материал для этой книги собирался 40 лет. Выражаю большую благодарность архиереям, священникам Московской Духовной Академии, библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборки материалов. Быть может, со времен блаженного Иеронима Стридонского, умершего в 420 году, в православии не появлялись материалы такого рода. Сравнивая все полученное со священным писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на страницах Библии. Создана совершенно новая религия. «Возврат к первоистоку возможен для тех, кто еще жив, если есть покаяние за отступление от Библии». Вот книга небольшая, но очень и очень перенасыщенная. Сколько здесь? Сейчас я скажу. 480 страниц. А вот содержание, посмотри какое. О Библии, все, что говорили святые отцы, и что Библия, о молитве, о покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению, об исповеди, священстве, церкви, о посте, о милостыне, спаси Господи от лжи, объединения, пьянства, от заболей житейских, отцы и дети, о слове, то есть на русском языке, о сне, о благовестии, о семье, о бродобрите, о табакокурении, и так бодрствуйте. Божий храм торговли несовместимы, я говорю, вам любите врагов ваших, то есть не убивать. Гордость папства, щелокубийство и ложь Ватикана, Патимская весть, трагедия или надежда. И тут еще сколько? Спрашивает, о цена какая? Цена не успел наценить. Вот это вот трехтонник. И рядом вот это вот. Я посылаю с этим. 75 евро. Когда я издавал, такая была цена. 75 евро. Это за границу, которую получают. Здесь вот это вот. Пятьсот. Вот это три тысячи. Это которая в России. Да какая разница? Ну какая? Большая разница. Нам эту инфляцию создали, а я-то... У меня четыре книги, стихов своих, по 800 страниц. Три тысячи четыреста шестьдесят стихотворения. Я издать не могу. Сразу захватил почти по два миллиона тысяч экземпляров. И тут выбирать не приходится. Все у меня на этом. Я показал, что Господь позволил издать. После этого можно издать лучше. Да, лучше издать, если большего размера, больше букв. Больше ничего не сделать. С симфониумом никто не будет издавать. Они не понимают о ней. Я издаю только тогда, когда вижу, что ничего подобного... Нету, нету никак. Вот у меня книги я издавал открытым оком, да. Один том. Издал том, а вопросы идут и идут. Я издаю второй, третий, и пришлось 33 тома по 752 странице. То есть я не знал, что будет такой наплыв материала. Очень большой. А тогда уже стало конкретно. Седьмой, восьмой том, это по житиям святых. Я студентам говорю, буду отвечать в течение, допустим, месяца. Что об этом говорит Слово Божие и жития святых? Из каждого взять жития святых. За какое число и кто из святых говорил на ваш вопрос? Двадцать шестой том. Триста поэтов России за триста лет, что говорили по определенным тематикам, темам. И это так сказано. Восемнадцатый том. Полностью разбирается Коран в сравнении с Библией. Суры и аяты. Двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый. Талмуд. Евреи. Что об них было сказано за 3600 лет? То есть это тематически. Одиннадцатый том, это старообрядчество. Но остальные вопросы, как шли по порядку, так и есть. Вопросы? Никого нет? Нет. Вот она красота. Я с ними сфотографируюсь. О, пожалуйста. Да это не все. Надо вот так еще сделать. О! Ой, выронил наверное там, да? Да, выронил. Нет никого подготовить-то. Смотри. О! Я решил не один взять, а два. И на этом ошибся. Наоборот. Ты меня сейчас... Вы перевернули их? Перевернул? Конечно. А-а-а-а. Вон как. Надо, чтобы вот так было видно, считать можно было. Правильно. Ты меня сейчас сфотографируешь здесь. Напротив этих... Моего сокровища. Ну, одну я возьму в руки. Вот это вот. Вот сколько. И поэтому на меня нападать есть за что нападать. Я покусился на самое сокровенное. Вот допустим, даже канон Андрея Критского. Тысячу сто лет его не трогали. Я сказал его ничего не менять на три ступени. Первый все. Помилуй меня Божию, помилуй меня. Второй такой же канон, ну рядом с ним убрать. Благодарю тебя Господи. И третье слабословие. Аллилуйя, аминь. Молитва трех ступеней. Еще вы так это... Позволяйте себе. Я говорю, я не позволяю. Это требует жизни. О. Вот так вот встану. Чтобы все попали к нигде. Ну и все на этом воде. Фотоаппарат возьму сейчас.